Здравствуйте, мои дорогие друзья! Просто не могу налюбоваться вот этой картиной. Вы посмотрите, что такое стриптокарпус. Насколько это универсальное, неприхотливое растение. Посмотрите, какое расстояние до окна. И вот здесь, под вот этой лампой, я не выключаю, он вот так роскошно цветет. Растений, которые в глубине комнаты могут расти, не так уж много. Но растения, которые в глубине комнаты вот так цветут, причем, смотрите, у меня как всегда листик поднимается, а там новые чудеса. Не могу налюбоваться орхидеями, которые тоже в глубине комнаты цветут. Вот это обрамелевое чудо, я не совсем понимаю фантастические листья. Цветок должен был цвести полгода. Он засох очень быстро, что с ним делать, я не знаю. Пускаю все на самотек. Фиалочки немножко цветут, но, конечно, орхидеи приводят меня в полный восторг. Вот этот неутомимый попугайчик, полностью, вот этот серфсонг, как я предполагаю, я точно не знаю название сорта, но я так сразу его назвала, и мне почему-то кажется, что он очень похож. А может быть, это и не он. Вот эти растения меня приводят в нереальный восторг, потому что они не на подоконнике, они в глубине от окна, и этой красотой можно любоваться дома. Ну, какие же они универсальные? Как они прекрасно чувствуют себя на улице? Я показала стриптокарпусы дома, но на улице они себя чувствуют еще лучше. Правда, мой планшет не хочет перестраиваться. На улице они просто счастливы. Цветы крупнее, ярче. Кисточку за кисточкой выпускают эти растения. Все, что я вынесла, не в очень хорошем состоянии, а жило. Вот смотрите, какой там чудесный стрепсик. А пришел он на улицу в таком плачевном состоянии. Вот, посмотрите, какие великолепные кисти, какие вот там отцвели, отцвела кисточка, и вон еще бутончики выходят. То есть стриптокарпусы и орхидеи. А вот посмотрите, как орхидеи доброжелательно относятся к ленивым хозяевам. Я уже не знаю, сколько в этом тазике стоит это, поливаются три орхидеи. Но они так плохо пьют у меня, вот они плохо пьют, поэтому я их не боюсь так оставлять. Вот смотрите, зацвела, целая веточка вышла. И вот еще, пожалуйста, бутончики. Очень гемографис доволен улицей. Ну вот от него я этого не ожидала. Но поить его нужно с утра до вечера. У меня там вот такая вот миска без дырок. Я уже об этом рассказывала. В общем, мои лучшие растения на сегодня, которые великолепнейше себя чувствуют и дома, и на улице, это орхидеи и стриптокарпусы. Вот этот аспарагус, я от него в восторге. Посмотрите, как он пошуровал, расти. Денежные деревья тоже хорошо. А вот, как агланами понравилось. Она у меня настолько страшненькая дома была. Вот смотрите, какие листья. И вдруг вот там что-то пошло отрастать от корня. Она посажена в великоватый горшок. Я просто была уверена, что это будет большое растение. Но большое растение нужно сначала тоже сажать в маленький горшок. Я это все рассказываю сама себе. И даже сама себя не убедила настолько, чтобы не делать этих нелипых ошибок. Вот. То есть, я сегодня пересортирую и все стриптокарпусы, наверное, размещу отдельно. На удивление, хорошо себя чувствуют сингониумы на улице. Некоторые пилеи вообще прекрасно. Вот это чудо, похожее на шифлеру. Забываю, как это называется. Ну и не нравится. Улицы пока что только о филандре. И может быть, я пропустила бугенвилю с поливом. В общем, растения, конечно же, даже при том, при всем, что я не очень-то за ними ухаживала, только поливала, на улице. На улице они чувствуют себя хорошо. Если их сейчас рассортировать и более-менее внятно расставить, наверное, станет еще понятнее, насколько им нужна улица. И, кстати, о вредителях. Покаюсь. Абсолютно все вот эти орхидеи были поражены мучнистым червецом. Он почему-то любит в мае на одном и том же окне появляться. Вот строго в мае на одном и том же окне. Я их перемыла горячей водой, вынесла на улицу. На улице у мучнистого червеца не такая замечательная жизнь, как в доме. У него здесь много естественных врагов. И первое – это божьи коровки. И вы смотрите, почему-то не видно этого мучнистого червеца. Давненько уже стоят здесь орхидеи. Вот, понаблюдаю, как будет развиваться процесс. А вторую я пока не купила. Но я потом еще а вторую протравлю. Ну, вот такой получился спонтанный эксперимент. Борьба с мучнистым червецом просто методом выноса на улицу растений. Вот, всем удачи, здоровья и всего самого замечательного! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова